Оперативное совещание началось с доклада об организации безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Один из главных праздников для православных – Воскресение Христово или Пасха – в этом году будет 16 апреля. В связи с этим полицейские в период проведения пасхальных мероприятий усилят меры безопасности у храмов. В день Светлого Христового Воскресения 15-16 апреля 2023 года для обеспечения безопасности граждан в храмах планируется задействовать более 400 сотрудников правоохранительных структур. В том числе 300 сотрудников полиции и Росгвардии, 25 представителей добровольных народных дружин и казачьих формирований, 66 сотрудников ГИБДД, 19 автоэкипажей ГИБДД и 14 пеших нарядов. Праздник Ураза Байрам, посвященный окончанию священного месяца Рамадан, мытищинские мусульмане отпразднуют 21 апреля. Богослужение состоится на стадионе «Строитель». Ожидается более 10 тысяч верующих. В связи с этим здесь будет усилен режим безопасности. Самая серьезная нагрузка ложится на наше УВД. Поэтому мы, пользуясь этим случаем, говорим всем нашим жителям, что даже если кажется, что требования сотрудника УВД избыточны, мы все должны понимать, что это делается во благо безопасности. После перешли ко второму вопросу – реализации программы социальной газификации. В своем докладе заместитель главы округа Иван Яськив рассказал, как в настоящее время идет подключение к газу в населенных пунктах. На территории городского округа Мытища всего 92 населенных пункта. Из них мы в рамках социальной газификации проводим работы по газификации 81 населенного пункта. Хочу отметить, что в 7 населенных пунктах почему мы не выполняем работу, потому что они на 100% газифицированы, просто там нет потребности для этого. И по 4 населенным пунктам, как я изначально указывал, там нет распределительного газопровода, но и количество зарегистрированных жителей там меньше 30. Если, соответственно, там увеличится количество больше 30, то, соответственно, оно войдет в программу. Также обратили особое внимание на заключение договоров на осмотр и обслуживание газового оборудования. По данным статистики, сейчас более 20 тысяч абонентов пользуются голубым топливом, и только у 57% из них заключены договоры на обслуживание. МОЗ «Облгаз» может таким пользователям приостановить подачу голубого топлива. Была зима, не отключали, но человек, который надлежащим образом не обслуживает свой котел, не содержит как надо, он подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих соседей, тех, кто рядом живет, кто по улице движется, газ, ну, как уже не раз мы говорили, это не только благо, но и большая ответственность и опасность. Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности мы будем проводить работу и в самой жесткой, бескомпромиссной форме. В завершении совещания уделили особое внимание месячнику благоустройства, который стартовал с 1 апреля в округе. Перед коммунальными службами стоит задача – привести в порядок улицы, придомовые территории, остановки общественного транспорта до 22 апреля. А всех жителей приглашают на общегородской субботник в предпоследнюю субботу месяца. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Матищинский.